Смотрите на график, цена идет вниз, но вы не в сделке. Для многих это знакома и да более обидная ситуация. Возникает вопрос, что делать? Кто-то решит сейчас продать, кто-то купит. Те, кто купил, ликуют и думают, плевать на тренд. Кто продал, ставят стоп за хай и в надежде ждут. Медведи в убытке, у быков праздник. Боки по-прежнему верят в свою звезду, а медведи решают, что начался разворот и входят в лонг. Боки недовольны. Медведи в бешенстве. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Часто попадаете в такие ситуации? Смотрите видео, в нем по шагам разберем, что нужно делать и не забывайте подписываться на канал, так всегда будете самыми первыми. Консолидация, выгодный паттерн, но требует знаний. Заинтриговал? Тогда поехали! Один из важнейших критериев при формировании консолидации – тренд. Если паттерн появляется в боковом движении, использовать его для входа не стоит. Вторым условием будет уровень. Сформированная на уровне консолидация подтверждает наличие плотности лимитных заявок, а это позволяет войти с небольшим риском лимитной заявкой. Мы рассчитываем, что плотность лимитов не даст выбить наш стоп. Посмотрим на примере, как это работает. Это график, с которого начал видео. Первое, что нужно отметить – тренд вниз. Минимумы понижаются, максимумы понижаются. Интересно, когда смотрели вначале на график, увидели уровень, на котором сформировалась консолидация? Теперь у нас появился второй критерий – разрешающий вход. Определив место для входа и место для стопа, получаем риск по сделке. Как думаете, этого достаточно? Нет, этого мало. Следующим шагом надо понять, где взять первую цель в сделке. О том, как получить оптимальные параметры прибыли к риску, посмотрите мое видео «Три самых важных шага перед открытием сделки». Ссылка будет в описании. Этот график – суть идеи входа на консолидации. И пока не научитесь использовать схему, возьмите это видео себе в заметки. Поставьте ему лайк. Первая цель достигнута. Посмотрим, что делать дальше. После того, как цена сформировала новую поддержку, можно выставить чуть выше нее вторую цель. Принципы управления сделкой не менее важный элемент, чем вход, но об этом мало где рассказывают. Поэтому, если хотите помочь друзьям, поделитесь с ними этим видео. Определив вторую цель, мы не должны вести себя упрямо, то есть ждать без корректировки своей позиции. В данном случае нельзя было настаивать на своем и держать цель на этом уровне. Когда поняли, что цена не может пробить поддержку, нужно было поднять цель немного выше. Следующий шаг – снизить риск по сделке. Видите, что цена не идет ниже, длительное время перенесите стоп. Кто хочет посмотреть на графики в деталях, под видео есть ссылка на группу «Учимся зарабатывать на бирже». Там, на стене ВКонтакте, можно скачать эту презентацию. Для просмотров материалов группы регистрироваться ВКонтакте не обязательно. А сейчас, для лучшего понимания, переходим к примерам, они сделаны в виде теста, а в конце подведем итог. Сегодня в тесте сначала будут вопросы. Все движение графика разбил на 10 моментов. Ваша задача – понять, что в каждой точке стоит делать. А в конце покажу, как действовал я. Готовы? Начали! Необычно, правда? Очень хочу услышать от вас обратную связь. Стоит делать тесты в таком формате или оставить как раньше. Напишите в комментариях. Будете сейчас что-то делать. В тесте ничего нового нет, кроме формата. Все шаги строго по тем правилам, что описывал в видео «Как создать торговую стратегию». Ссылка будет под видео. Кстати, если ваш план будет лучше, опишите его в комментариях. Я специально не даю подсказок в этом тесте. Пусть будет все как в жизни. Дальше… Если хотите извлечь из теста максимум пользы, пишите в каждой точке, как оцениваете ситуацию, почему так думаете и что собираетесь делать или почему ничего делать не будете. Так вы разовьете навык думать как трейдер во время торговли. И чтобы вернуться к этому видео, поставьте ему лайк. Чтобы узнать, как думают ваши друзья во время торговли, поделитесь с ними этим тестом. Для того чтобы планировать сделки, нужно научиться видеть каждый ее этап. Мы на финише. Буквально через пару секунд расскажу, как действовал сам. Слабые ищут себе оправдание в поисках врагов. Сильные воспринимают каждое поражение как опыт и повод больше тренироваться, оттачивая навыки. Сейчас расскажу, что делал сам. Возвращаемся к началу графика. Тренд вниз, минимумы и максимумы понижаются, дальше определяя ближайший уровень сопротивления, на котором может сформироваться откат или консолидация. Отмечая уровень, ждем, что цена не сможет его преодолеть, поэтому планируем выставить заявку для входа в шорт. Цена остановилась под уровнем, можно выставить лимит на продажу, а стоп за уровень. Сделка открыта, стоп стоит. Не теряя времени определяю первую цель, там закрою часть позиции. Цена отошла от входа, но цели не достигла, действовать пока рано. График второй раз тестирует уровень, после чего достигает первой цели. Все, сделка в безубытке. Сейчас намечаю вторую цель. Трейдер не должен быть упрямым, поэтому когда вижу, что цена немного не доходит до цели, корректирую цель. Очень хорошо, вторая цель получена, совсем не обязательно действовать как я. Главное, чтобы сделка была в рамках стратегии и плана. Будет интересно, если поделитесь своим планом этой сделки, в комментариях. Цена сформировала уровень, переношу первоначальный стоп за него. Сделка закрыта, ввел ее так, как делал бы в любой другой сделке. Если вы на каждый из моментов нашли такое же или лучшее решение, поставьте себе 1 балл. А сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше 5 баллов, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий. Расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!